Это здание в самом центре Щелково на Пролетарском проспекте, недалеко от собора Святой Троицы, известно каждому. Здесь расположены рестораны, универсам и бизнес-центр. Построил его коллектив архитектурно-строительного бюро номер 17. Здесь же расположен и его офис. То, что архитекторы работали с душой, чувствуется во всем. А теперь сделан еще один шаг навстречу жителям Щелково. В конце декабря в здании открылся многофункциональный выставочный зал, который получил название «Белый зал». Он позволяет принять более 150 человек. Благодаря тщательно продуманной планировке здесь могут проводиться выставки, концерты и другие самые разные мероприятия. Оборудованный сценой-трансформером, зал идеально подходит для театральных постановок. Акустические данные дают возможность проведения музыкальных вечеров, а имеющийся занавес позволит проводить закрытые кинопоказы и всевозможные презентации. Необычную атмосферу зала создает стеклянная стена, через которую он наполняется солнечным светом днем, а вид на вечерние улицы города представляет собой восхитительное зрелище. Белый зал концентрирует лучшие творческие ресурсы города и создает принципиально новую, привлекательную для широкой публики художественную среду, чтобы стать неотъемлемой частью современной культурной жизни Щелково и района. В настоящее время в зале проходит фотовыставка «Движение» известного архитектора, фотографа и педагога Лены Будиной. Выставка начала работать практически со дня открытия зала и параллельно здесь уже прошло несколько концертов. Это еще раз подчеркивает многофункциональное назначение Белого зала. Мы надеемся, что будет очень большая культурная программа, которая обогатит культурную жизнь нашего города и будет еще одной дополнительной маленькой культурной частичкой. 12 февраля, накануне праздника всех влюбленных, на новой площадке состоится концерт молодого исполнителя Максима Исакова. Музыкальная программа обещает подарить гостям по-настоящему праздничное настроение. Я обычно стараюсь со зрителями разговаривать и рассказывать им то, что в песне звучит, каждая песня будет историей, ожидать того, что здесь не будет децибелов и будет просто красивая музыка. Субтитры создавал DimaTorzok